Чего нельзя прощать мужчине в сексе? Досмотрите это видео до конца, потому что именно с этими ошибками чаще всего сталкиваются женщины и чаще всего прощают все то, о чем я буду сегодня наговорить. Скажу более, если вы действительно узнаете себя в этих пунктах, которые я буду озвучивать, я разочарую вас, вы движетесь семимильными шагами к уничтожению своей женственности, сексуальности и самооценки. Особенно последний пункт, он должен вас просто взбодрить, как ушат ледяной воды. Итак, самое первое, с чего я хотел бы начать, самый первый пункт, это, конечно же, избегание сексуальной близости. Миллионы женщин живут с мужчинами, которые с ними не занимаются сексом месяцами, а кто-то даже годами. Я часто у себя в инстаграм запускаю рубрику «Вопрос-ответ». Пишет мне женщина одна из сотен таких вопросов, чтобы вы понимали, и в месяц поступает несколько тысяч, и в службу поддержки, и в директ, и на почту, они везде приходят. Пишет женщина. «Марк, здравствуйте, я с мужем не занимаюсь сексом 12 лет. У меня возникает вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, чем занимается ваш муж все эти 12 лет?» Да, возможно, у него там все атрофировалось, у него нет потребности удовлетворять себя даже самостоятельно, но это крайний случай. Чаще всего нежелание мужчины вступать в близость с женщиной связано с разными факторами. Это может быть наличие секса на стороне, это может быть хроническое самоудовлетворение, то есть мастурбация. Это может быть все, что угодно, расстройство психики, расстройство сексуальной конституции. Но это уже вторичный вопрос, первичное обсуждение, то есть давай сядем поговорим, объясни мне, почему ты не хочешь. Если вы готовы обсуждать покупку мебели, выбираете телевизор, определяетесь, куда ехать на отпуск, оплачиваете ЖКХ, то есть у вас есть нормальная коммуникация, но при этом нет близости, это говорит не только о проблеме самого мужчины, но в том числе и о вашей. Если вы сейчас закричите и скажете, нет, нет, я всегда готова, расскажите об этом Дедушке Морозу на табуретке, когда он придет к вам с подарками, либо к вашим детям. Женщина со здоровой сексуальной энергией, женщина со здоровой сексуальностью, со здоровой самооценкой, самоценностью в жизни бы не смогла находиться в отношениях без секса 12 лет. Они чем-то вторично выгодны для вас. Но мы сейчас не будем, конечно, я не буду обвинять вас, моя задача наоборот помочь вам разобраться в этом. Задайте своему молодому человеку, либо мужу вопрос, почему у нас нет близости. Если вы понимаете, что никто не пытается решить ваш вопрос, если вы не можете договориться, если для мужчины это не является вообще чем-то очень важным и значимым, вы должны прекрасно понимать, что это прямое нарушение сексуальных границ. И избегание близости сексуальной – это провокация, которая заставляет женщину просто-напросто оставаться перед выбором. Ну, давайте будем честными. Ей либо нужно трахаться на стороне, либо заниматься самоудовлетворением, либо превратиться в монашку и сидеть ждать, когда ее муж, значит, придумает, надумает заняться с ней сексом. Является ли это поводом для того, чтобы оставить отношения, то есть разорвать их? Я не буду, конечно, брать на себя ответственность и говорить «уходите от своего мужчины», но поводом это является, конечно, достаточно существенным. Любое избегание сексуальной близости, это касается и к женщине, относятся к женщинам также. Есть и женщины, которые мужиков своих динамят, используя сексуальную близость, как некую манипуляцию «заслужи», «заработай», «сначала сделай это», а ты меня, значит, не радуешь, ты меня не удивляешь. Сексуальные отношения – это взаимообмен энергии. Если взаимообмена энергии не происходит, энергии нет, значит, вы мертвы в отношениях и, к большому сожалению, это боятся признать миллионы семейных пар. Второй очень важный пункт, второе очень значимое явление в сексуальной близости мужчины и женщины – это принуждение к сексуальной близости, когда мужчина настаивает на том, чтобы вы занимались с ним сексом. Это называется пренебрежение желанием другого человека. А пренебрежение – это неглект. Неглект – это одна из форм насилия, одна из форм абьюза. Как это происходит на самом деле? Приходит ко мне женщина на прием и говорит, Марк, у меня мужчина мой, когда я ему отказываю в занятии сексом, начинает угрожать мне и говорит о том, что он снимет себе проститутку, запишет на видео, как он с ней трахается и покажет мне. Я не знаю, что мне делать, я соглашаюсь на это, мы с ним занимаемся сексом, мне неприятно, мне больно, я не хочу этого, потом у меня депрессия, я хожу, плачу несколько дней. Давайте начнем вот с чего. Это подобный пример можно охарактеризовать как взаимодействие животного и человека. Вы представляете себе, какова степень социального развития, умственного развития человека, какая степень дебилизма уже присутствует у него, что он своей женщине за несогласие заняться с ней любовью по определенным причинам, голова болит, температура, уставшая она, угрожает ей снять проститутку, то есть себе снять проститутку. Это говорит о том, что в отношениях вообще не присутствует никакой любви. Там нет ни заботы, ни уважения, вообще ничего. Есть мужчины, которые шантажируют своих женщин таким же образом, говоря о том, что они заведут себе любовницу. И вопрос здесь состоит даже не в том, чтобы прощать это или не прощать. Понятно, что такие вещи не прощаются. И в таких отношениях зрелая, уважающая себя женщина никогда не будет находиться. Вопрос другой возникает. А что вы там делаете? Вас никогда не беспокоил тот факт, что вы находитесь рядом с мужчиной, обмен энергиями с которым является токсичным. Мы же понимаем прекрасно, что сексуальная близость – это обмен энергии. Если у вас нет желания принимать энергию мужчины, это говорит о том, что она токсична для вас. Вы где-то на очень тоненьком уровне понечувствуете это. Но объяснить себя не можете. Это первый момент. Второй момент очень важный. Если бы вы действительно избегали годами близости с мужчиной, в какой-то степени, в малой степени, его еще можно было бы понять. Мужик уже устал дергать себя за член, либо вообще устал жить с ночными полюциями, уже голова закипает, а вы годами ему с ним с постельной ложитесь. Или всего-то у него кукуха уехала, и он вам говорит, все, пойду себе шлюху, сниму, сниму на видео, может, ты тогда придешь в себя. Подобный вопрос должен решаться. О чем это говорит? Во-первых, это говорит об отсутствующих границах в отношениях с мужчиной. Женщина действительно не всегда готова к близости и не готова в том формате, в котором это представляет мужчина. У нас, у мужчин, я уже снимал на видео на эту тему, немного другая степень готовности к близости у вас, иная степень готовности. Поэтому, если в ваших отношениях подобное присутствует, проговорите это со своим мужчиной. Если он не слышит вас, у вас нет отношений, у вас нет семьи, у вас нет границ, у вас нет самооценки, у вас нет любви к себе. И здесь очень важный момент. У меня есть программа «Удобная или уникальная». Я там раскрываю тему женской сексуальности и подобных конфликтов, нарушения сексуальных границ очень подробно. Почему я это делаю? Дело в том, что более 65% семейных пар сталкиваются с сексуальными проблемами, с проблемами в сексуальной сфере, и не способны их решить. Женщины, более того, скажу, 78-80% женщин не могут обнаружить в себе свою истинную сексуальность, не могут привести свою самооценку в порядок. Это все взаимосвязано друг с другом. Поэтому, если вы хотите разобраться в этом, если вы хотите привести в порядок и самооценку, и сексуальность свою, под этим видео есть ссылка, переходите по ней, проходите регистрацию, принимайте участие из любой точки мира абсолютно бесплатно. Марко, как же быть, если человек такой по натуре своей, он горячий, темпераментный, на первых месяцах он девушку привык грубо брать, а спустя несколько месяцев ей хочется уже по-другому совсем все и так далее, но он же не может перестроиться, она же в него влюбилась в другого. Как тут быть, если это его суть, это вот такое нутро у него все? Ну, что значит грубо брать? Ну, же, подошел, схватил, ну, можно иногда и грубо схватить. Это же не из-за того, что мужчина каждый раз должен создавать какой-то супер ритуал для женщин. Безусловно, есть у людей разная сексуальная конституция. Допустим, женщине нужно два раза в неделю, а ему четыре. И возникает вопрос, кто из них должен уступить друг другу? Она пойти в постель с ним, потому что он обидится, или он должен, стиснув зубы с выпученными глазами, скапывающие спермы из носа, бегать, зарабатывать деньги и бежать потом домой. Кто из них должен пойти друг другу навстречу? Безусловно, здесь необходимо сотрудничество. Я объясню, почему. И без помощи специалиста тут хрен разберешь, что нужно идти к хорошему врачу, сексологу, сексопатологу, который поможет наладить вот эту гармонию сексуальной близости. Я приведу очень простой пример. Я как-то рассказывал уже про мартышку-верветку. Это такая мартышка, обезьянка маленькая, она ебется в день по 60-70 раз. Делает это по одной простой причине. У нее завышен уровень гормонов стресса по природе ее. И для того, чтобы не чувствовать стресса, ей приходится постоянно трахаться. Но она еще и умная, сука. Она трахается только за бананы и ананасы. И приносят, принесли, и она отдала. Одному там этому, одной мартышке отдалась, второй, третий, пятый. Вот она снашается со всеми. Очень часто люди считают себя супертемпераментными и сексуальными не потому, что у них повышенная сексуальная конституция, а потому что они таким образом решают внутренние проблемы. Страхи, неуверенность. Это является индикатором проверки, насколько я интересен своей женщине. То есть она согласилась быть со мной, значит она принимает и признает. Не согласилась, значит не признает. И таких проблем мы сейчас можем наугад перебирать на пальцах бесконечно. И просто шаблонно сказать, это твой мужик больной на голову, если он хочет заниматься сексом много раз в день, мы тоже не можем. Потому что это может быть действительно его истинная природа, его истинная сексуальность, а у женщины другая немножко. И вот когда они уже в терапии совместной с сексологом, с сексопатологом решают этот вопрос, там безусловно, ну не просто же так люди учились годами и получали дипломы, правильно? Там все это будет приходить, приводиться в норму. Вплоть до того, что нужно будет мужчине, например, и женщине сдать анализ на определенные гормоны. И не только. Для того, чтобы комплексно подойти к этому. И тогда все будет хорошо. А это, например, можно даже мужчины, которые очень часто мастурбируют. Вот они тоже идут там к андрологу, к урологу, к эндокринологу, например, сдают анализы, приводят в норму гормональный фон и снижается потребность самоудовлетворения. Может быть и такое. Третий очень важный пункт, на который необходимо обратить внимание, и безусловно, не стоит этого прощать мужчине. Это эгоизм в сексуальной близости. Когда мужчина сделал свое дело, отвернулся и уснул. Опять же таки, безусловно, есть особенности физиологические, есть особенности психики. И не каждая женщина способна оргазмировать. Я могу больше сказать, что таких женщин более 50%, которые никогда не испытывали оргазма. И многие мужчины, которые, возможно, бы и с удовольствием, и продолжали бы контакт, понимают, что это бессмысленно, один хрен, как бы у нее не получится завершить процесс. Это огромная ошибка, потому что сексуальная близость, она может быть абсолютно качественной и доставлять приятные ощущения женщине без оргазма. Но в силу отсутствия определенного объема знаний, многие мужчины считают, что женщина занимается сексом исключительно для того, чтобы получить в конечной фазе удовольствие. Да, безусловно, это приятно, это здорово, это хорошо. Я, кстати, тоже на своей программе про удобную или уникальную рассказываю про анаргазмию, связанную с телесными блоками. Мы раскрываем это через телесно-ориентированную психотерапию, поэтому вы можете пройти эту программу, зарегистрируйтесь на нее, в описании под этим видео есть ссылочка. Прослушайте внимательно, может быть, мы решим вашу проблему быстрее, чем вам кажется. Но, если вы хотите продолжить близость, но при этом мужчина обрывает ее, понимая, что все, мне хорошо, до свидания, это говорит об эгоизме, об эгоцентризме, даже когда мужчина исключительно ориентирован на себя, его не интересует, что будет с вами, как вы себя чувствуете, приятно вам или неприятно. Поэтому здесь, конечно, необходимо сесть и проговорить, объяснить твоему мужчине. Ты знаешь, мне хотелось бы немножко дольше, чтобы ты меня здесь целовал, здесь гладил, мне нравится вот так, мне вот так. Учесть его пожелания. И, безусловно, постараться вывести отношения немножко на более такой качественный уровень, нежели наблюдать со стороны, как он засыпает, обкончавшись, блин, и слюни пускает по щеке. Бывает так, что девушки хотят вроде намекнуть, но это неправильно, это делают и делают только хуже. Намекнуть на что? Ну, что хотят продолжение, что такое, просто недовольство, недовольные обижаться, ничего есть. Бывают как-то, вот есть какие-то ошибки в намерках у женщины. Мало ли они, а только они уже как-то намекают, только они уже как-то намекают на делать это неправильно. Ну, безусловно, если она говорит, эй, ты слабак, блин, вставай, что ты обвешаешься, виз, фу, там, никакой, как с тобой вообще можно жить, не представляя, какой ты на охоте, и теперь понимая, почему ты не можешь денег заработать, и пошла в такую, знаешь, долбежку, это, безусловно, только усугубит ситуацию. А в виде игривой кошечки можно попробовать. Опять же, нужно понимать степень готовности мужчины к половому контакту сразу после семи извержения. Кто-то, например, может тут же, я не знаю, там, развернуться, блин, салфеткой протереться, или пойти помыться и заскочить опять на женщину свою. Кому-то нужно, там, 10 минут времени. Но, как правило, за эти 10 минут мы успеваем, что? Съесть бутерброд, докторская колбаса и уснуть, понимаешь? Здесь все индивидуально. Но через критику, через унижение, через обвинения, через упреки, безусловно, говорить об этом не стоит. Четвертый, очень важный пункт, на который нужно обратить внимание. И чего нельзя прощать мужчине? В принципе, с таким мужчиной даже спать нельзя. Заниматься сексом уж точно. Это мужчина, который имеет неприкрытые связи с другими женщинами. Он сидит на сайтах знакомств. Он переписывается с ними, он флиртует, он их соблазняет. Либо у него есть какие-то близкие отношения не с подругой, так хотя дружба тоже такое сомнительное дело, а прям ну чуть ли там они уже не выдесно целуются, но при этом вроде бы как не спят. То есть ошибка женщины состоит в том, что вы спите с мужчиной, который не заинтересован в том, чтобы вы себя чувствовали комфортно. Вы же в этот момент, когда он с другой женщиной общается, не бежите на кухню блинчики ему готовить со сгущенкой, чтобы он закончил и пришел и поел. Нет. Вы волнуетесь, нервничаете, плачете, вам страшно, вам обидно, вы погружаетесь в состояние, в негативные эмоции. И здесь, безусловно, нужно обращать на это внимание и с таким мужчиной быть в отношениях точно нельзя. Это люди, которые пытаются самоутвердиться, избежать каких-то своих внутренних конфликтов, страхов. То есть, по какой причине он так себя ведет, нужно разбираться в кабинете со специалистом. Но, как я часто слышу, девушка мне пишет, она ей говорит, Марк, мой мужчина сидит на сайтах знакомств. Он целыми вечерами сидит, общается с девчонками, переписывается с ними, с некоторыми созванивается. На мои просьбы этого не делать, он говорит, это я делаю для того, чтобы уверенным себя чувствовать и самооценку привести в порядок. Я, простите, не конечно, хочу обратиться к вашим мужчинам, которые действительно считают, что при наличии женщины, жены, вы сидите на сайтах знакомств и не скрываете это, вы считаете, что это повышает самооценку, вы долбьёбы. Причем, настолько редкостные, что вас необходимо отправить куда-то на отдельный остров, чтобы вот это вот сообщество долбьёбов, оно как-то там выживало. Потому, это же, каким нужно быть отмороженным приматом, чтобы не осознать одной простой вещи. Конюх выбирает себе кого? Ну, в жены. Соответствующую себе. свинопас выберет свинарку, дояр – доярку, король – королев. Если ты себе выбрал женщину и относишься к ней как к какой-то скотине, так ты сам скот. Не она плохая, ты плохой. Не может уважающий себя мужчина выбрать себе женщину, к которой он будет относиться без уважения. Это то же самое, что какать в автомобиле своём любимом на заднем сидении, жрать пирожки, беляши и ссать на педаль газа. Вот это то же самое. Поэтому это к вам относится. А если вы хотите повысить свою самооценку, удаляйте из сайтов знакомств и идите, зарабатывайте деньги, ставьте перед собой цели и достигайте их. А то, что вы там сидите, себя попытаетесь героев из себя поздоровить, это же такая распространённая тема. Знаешь, когда мужчины сидят на сайте знакомств. Ты когда-нибудь был на сайтах знакомств? Ну, до жены своей. А у тебя недостатки есть какие-то? Ну, когда есть нормальные отношения, то даже мыслей нет в этой знакомстве. Не-не-не, у тебя есть какие-то недостатки? Есть, конечно. Вот. Ты можешь себе представить, чтобы мужчина, я тоже когда-то сидел на сайте знакомств, очень много лет назад, и я вот не могу себе представить, чтобы какой-то мужик начал знакомиться с женщиной, и в процессе общения начал ей рассказывать про свои недостатки. Типа, ну, я вообще, знаешь, такое вот унылое говно, пытаюсь на тебя произвести впечатление, а по факту я чму-чмом, блять, я себя не представляю, но вот пытаюсь нагнать вот этой пыли и тумана навести, чтобы в***ть тебя. Никто так не скажет. Они все там рассказывают очень сладкие истории. И о такой, о каких-то принципах, о каких-то целях, как мне одна девушка недавно пишет, я ржал просто не могу. Короче, она с парнем встречается, они живут уже вместе, и она его застукивает за перепиской. И он, короче, начал быстро на компьютере закрывать все, и не закрыл, и ушел, психанул, типа, ты меня контролируешь, ты покушаешься на мою свободу и хлопнул дверью. А она говорит, а я сижу, слышу сообщения, приходят какие-то, открывая, он не закрыл переписку никакую. И мне же интересно стало, я и так сижу в соплях, в слезах вся, я залезаю и читаю, что он им там пишет. Инвестор, крипту изучил, на какие-то симпозиумы, он там конференции ездит, какие-то переговоры, у него встречи, я вот, знаешь, она мне скинула еще скриншоты, я как почитал, думаю, господи, и девушки там ведутся на это все. Поэтому здесь очень важный момент, мужчина, он небезопасен такой для женщины, небезопасен в плане ее психического здоровья, ее сексуального здоровья и ее самооценки. То есть, с ним не нужно быть в отношениях, его нужно оставить, это ненадежный человек, это такой акробат, который не умеет страховать. Ты бы согласился с безрухим акробатом, блин, что-то делать. Я думаю, вряд ли. Вот такая история встречается часто где-нибудь на Бали, на Кувородах, когда начинаются отношения, и мужчина сразу хитро имеет в виду и говорит, а давай свободные отношения. Вот у нас свободные отношения, но каждый еще свободный. И девушка она идет и такая, вроде бы честного, она свободная, он свободный, но со временем может что-то ее там не нравится. Когда она уже сама согласилась, дала ему право, себе право ходить налево, где-то ведет. Как быть, когда в такие отношения увязались, то есть она уже не может ему как бы предъявить, что ты там уже договорились вроде бы. Не, ну смотри, таких женщин тоже много. Многие женщины думают, я сейчас под дурочку закошу и соглашаются на свободные отношения. но, вот я хочу, чтобы это все женщины услышали. Никогда женщина со здоровой самооценкой и сексуальностью не согласится на неопределенные отношения. Как правило, на них соглашаются женщины, которые боятся признаться себе в том, что с ней нельзя строить серьезные отношения. И ей проще прикинуться такой, знаешь, самодостаточной. Есть категория женщин, которые не хотят отношений, действительно. Но вот большая часть, которые ходят в свободные отношения, потом кричат, ой, у меня чувства проснулись к нему. Это как раз та категория, которые просто не верят в то, что близкие отношения с мужчиной возможны. Вот. И здесь уже какие претензии к мужчине? Нет, он может передумать 50-50, а может и не передумать. То есть, если он же вошел в отношения, с какой целью? Найти для себя самый энергозатратный способ заниматься сексом с красивой женщиной. Типа, когда ты мне будешь нужна, а я тебе, мы созвонимся. Что она ест? Где она ночует? Болит ли у нее почка? Нет ли у нее цистита? Как она будет зарабатывать деньги? Как она будет оплачивать квартиру? Он этим не будет интересоваться. Поэтому каких к нему претензий? Вообще никаких. Таких мужиков знаешь сколько? Их не обвинишь, действительно. Нормальные ребята. Он честно признается, слушай, я безответственный хер. Как бы он встает, но ответственность нести не хочет. Поэтому давай будем спать с тобой. Если тебя это устраивает, пожалуйста. Напишите в комментариях о том, как подкатывали к вам мужчины в переписке на сайтах знакомств. И какие они истории вам рассказывали. Наверняка эти истории потом очень разнились тем, что вы встречали в реальной жизни. Будет очень интересно почитать. Ну и конечно поддержите друг друга лайками и отвечайте на комментарии. Пятый очень важный пункт. Это тот пункт, который в принципе не должен присутствовать в жизни женщины. Это катастрофа 21 века. Мне иногда хочется взять такой, знаете, громкоговоритель, выйти на большую площадь, где много мужчин есть, и задать вопрос, кто дрочит, поднимите руку. Я вас уверяю, поднимут процентов 90. На вопрос, кто дрочит регулярно и постоянно и не занимается сексом, процентов 80. Хочется спросить у этих мужчин, вы вообще же с ума посходили, что ли? Вот есть женщины, которые живут с мужчиной, он смотрит порнушку в ванной, душ включил, причем смотрит со звуком и наяривает. А она без секса ходит уже месяца два. Или он может при ней смотреть порно. Я когда читаю эти вопросы, женщина одна пишет, Марк, мой мужчина, при мне смотрит порнуху и дрочит. На мою просьбу, не делай этого, он говорит, иди из комнаты, выйди, не мешай. Сука, да сбегает из-за сковородки, только за блинной тонкой, чтобы его бить. Как они его по яйцам, чтобы у него горячее желательно. Чтобы у него все желание на всю жизнь от этого отпало. Либо пока дрочит, чемодан собрала и дернула оттуда. Чтобы тебя видно, там даже не было. Вы думаетесь. Это, я говорю, ладно, я понимаю, ну раз там в месяцок, ну раз в две недели у тебя стресс случился какой-то, жены рядом не оказалось, любимый. Ну ты там намылил руку себе, блин, и сделал дело. А тут-то вот она возле тебя, живая, тепленькая, прикоснись, потрогай. Нет. И он говорит, ладно, к ним вообще вопросов нет. Это такие, знаете, бактерии. Самое удивительное, что до них даже не достучаться. Вот ты же не объяснишь ему, что он придурок, он не поймет этого. А это самое страшное, когда человек болен и не понимает, и не хочет признавать. Вопрос к вам, дорогие девушки. Вам самой, как жить с таким вот недомущиной, который имеет данные природы и Всевышним, значит, член, весь набор биохимических процессов, психику, сексуальность, энергию, он это использует как-то очень, ну, не знаю, это то же самое, что купить айфон, сколько и использовать только в качестве фонарика. Ну вот правда, вот у меня есть телефон, я только фонарик включаю, блин, посветил и в кармане ношу его. Дебилизм же, правда? А почему женщина живет в таком мужчине? Самооценка ноль. С сексуальностью проблемы стопроцентные. Страхи и позиция жертвы, может быть, все, что угодно. То есть, нужно разбираться, безусловно, но никогда, я вообще не представляю себе зрелую женщину, в проявленной сексуальности, самоценности. Рядом вот это чудо. Да, вот это все давно уже запущенной стадии. Как женщине найти в себе силы сделать первый шаг, как это все начать менять? Ну, когда это уже давно, уже привычно, уже смирилось? Вот посмотрел это видео, как в себе силы найти? Здесь очень важно поговорить с ней, с мужчиной, обозначить свою позицию. Но прежде, чем обозначить позицию, нужно ее сформировать внутри себя. Здесь, понимаешь, вот давнем честными, откровенными. Чего она хочет? Женщину, у которой проблемы самооценки, она не сформирует позицию. Она через страх это будет делать. Ей необходимо найти ресурс для того, чтобы помочь себе, а не этому дрочеру, дрочеру этому. Понимаешь? И это бесполезная история. Что ей нужно сделать? Встать, развернуться, сказать, иди нахер и уйти. Вот что ей нужно сделать. Отправить его к сексопатологу, если он сам хочет этого. Если он не хочет, оставить этого инфантильного придурка вообще в покое. Уйти. Есть что с ним хреново, что без него. хреново. Но только с ним хреново постоянно, а без него будет временно плохо. Ей нужно просто пойти, взять себя за шкирку и в кабинет к психологу упасть, палаточный городок разбить под октами и сидеть там, костры жечь. И не уходить никуда. Я просто скажу одну историю. У меня одна была девушка, значит, в терапии. Она приходит мне и говорит, я ушла от парня, у нас не полгода секса не было, но он дрочит каждый день. Вот он приходит домой с работы, и он поел, полежал, включает парнуху и дрочит. И так полгода каждый день. И на любые мои, говорит, попытки его соблазнить, в белье встретить, еще что-то, он говорил, я устал. Я устал. Мы же понимаем прекрасно, там уже сломана сексуальность, там уже сформировалась конкретнейшая зависимость. это больной человек, такой же, как наркоман и алкоголик. Вот, она собирает вещи, уходит от него, он, значит, прибегает, спустя там какое-то время, говорит, прости, я все понял, я сознал. Ну, говорит, я попыталась, как бы, ну, поверила ему, все-таки чувства, были вместе, там несколько лет, а последние полгода, вот эта зараза вся. Вот, возвращаюсь обратно к нему, проходит две недели, я, приезжаю домой пораньше, с работы, он, говорит, сидит и дрочит. Опять. На мой вопрос, почему ты это делаешь, что у него начинаются отговорки. Лень, я в этом себя чувствую, я себе так снимаю, стресс, еще что-то, в общем, проблема не решается. И я почему эту историю рассказываю? Когда мужчина, дрочер, с опытом, приходит и говорит, я завязал, это то же самое, что наркоман с опытом приходит и говорит, я завязал. Он не может завязать самостоятельно, никогда не сделает этого. Я тебе больше скажу, у меня мужики, мужчины, с которыми я работал, и не я, там, в паре со своими коллегами, психотерапевтами, у лихорадка начинается. Вот, такое желание подрочить у мужика, что у него начинает, температура поднимается, ему плохо, становится раздражительным, его ломает, как наркомана. И это больные люди, им нужна помощь, и очень часто еще и медикаментозная. И вот с такими мужчинами женщине крайне опасно находиться. Она должна от него просто развернуться и уйти, если он сам не идет лечить себя и не идет помогать себе. Поэтому, девушки, если ваш мужчина дрочит и не спит с вами, вам сейчас не нужно думать о том, как отучить его дрочить, это будет делать специалист. А ваша задача по ссылке перейти, которая находится под этим видео, и зарегистрироваться на мою бесплатную программу, прослушать ее и сделать для себя соответствующие выводы. Потому что, так и будете наблюдать за тем, как он дергает себя и думать, что он бросит все ради вас, любимый. Не бросит и не оставит. Если перед ним будет выбор, вы или мастурбация, поверьте, он выберет мастурбацию. Продолжение следует...